Всего через несколько дней состоится событие, которое может полностью изменить весь мир. Знаменитый аукционный дом Кристис выставит на продажу огромный синий бриллиант, который принадлежит семье миллиардеров Аппенгемеров. Этот камень долгое время хранился в сокровищнице, самых влиятельных воротил алмазного бизнеса и был символом власти над всеми мировыми бриллиантами. Но почему легендарные украшения выставили на продажу? И почему сами Аппенгемеры продали свой бизнес – компанию «Бирс», главного поставщика бриллиантов в мире? Многие представители клана Аппенгемеров были представителями британских разведслужб. Неужели цена на бриллианты в ближайшее время упадет? Алмазные воротилы знают об этом и поэтому спешно продают активы. Что ждет весь мир с началом бриллиантового кризиса? И правда ли, что он будет сильнее и разрушительней, чем нефтяной? Что вы знаете о бриллиантах? Они красивые, они лучшие друзья девушек, они очень дорогие. И еще из-за них часто убивают. Это, конечно, все так. Но есть вещи, о которых вы даже не догадывали. Алмазные короли и как они правят миром. Сегодня мы перевернем ваше привычное прианто и расскажем правду, за которой несколько человек уже лишились жизни. И это только начало бриллиантовой лихорадки. Стреляли, по всей видимости, с близкого расстояния сзади в затылок. То, что пуля вошла почти по центру затылка и вышла через левый глаз. Зачем алмазные магнаты-аппингеймеры продали свою империю? Как изменится цена на бриллианты, если выяснится, что на самом деле хранится в запасниках компании «Де Бирс»? Кто устраивает войны и государственные перевороты из-за этих камней? И почему самый приятельный экономический эксперт Малтон Форбс пренебрежительно назвал алмазы обычным углем? Что это значит для мировой экономики и международных политических отношений? Большие настоящие бриллианты любят тишину. Их покупают анонимно, а но исключительно в закрытом кругу. Но из-за этих камней сходят с ума и гибнут люди. Как это происходит? Мы откроем тайные причины войн, убийств и политических скандалов. Заглянем в мир больших денег и смертельных интриг. Выясним, что особенного в этих кристаллах. Когда они стали инструментом мировой политики? Почему повсюду сеют смерть и страдания? Камень оказался в руках трех братьев. И в конечном счете один из них зарезал обоих. А также впервые эксклюзивный материал нашей программы. Алмазы ближе, чем вы думаете. Как разбогатеть, просто смотря под ноги. Мы расскажем о местах в России, где россыпи драгоценных камней буквально лежат на поверхности. А также о людях, которые собирают их, словно грибы. Теней смотрите. Пятикаратники влево, семикаратники вправо. Мело всякую по карату. Вообще выкидываете. Тяжесть одна. Не пропустите. И узнаете первыми. Что здесь делаешь? Работай. Почему нелегальным собирателям алмазов не удается разбогатеть? Откровения бывших контрабандистов и черных копателей. Вы не думайте, что это так прямо легко. Там болото, комары, тайга. Опасность попасться прямо на месте. Кто наживается на черных старателях? И как добытые ими камни уплывают из России? Сколько алмазов ежегодно собирают прямо с земли? И что носят голливудские звезды и жены известных политиков? Какие камни у жены Барака Обамы? И почему их называют кровавыми? Вратишь из бриллианта, он полностью теряет свою национальную принадлежность. Он становится просто драгоценностью. И сказать, откуда он приехал, из России, из Канады, из Сферы Леоны, невозможно. Мы отследили историю роковых бриллиантов. Как они переходили из рук в руки от королей к императорам. От богатейших дельцов к убийцам и мошенникам. Ссорили между собой целые государства. И уничтожали всех, кто к ним прикоснется. Собственное расследование нашей программы. Как бриллианты послужили одной из причин развала СССР. Почему несчастье настигли тех, кому достались драгоценности императорской семьи. И откуда у английской королевы взялись краденые российские бриллианты. Сенсационные подробности того, как расхищали бриллиантовую казну в советское время и в лихие 90-е. Правда ли, что самые дорогие камни в мире нелегально вывезены из нашей страны. И что этот кровавый блестящий бизнес продолжается до сих пор. Это покушение, что называется, на золотой запас страны. Как не ошибиться при покупке колечка или сережек с красивым камнем. Когда даже самые уважаемые мировые российские бренды продают фальшивки и имитации. Шокирующее разоблачение и советы от экспертов. К сожалению, продавцы искусственно выращенных бриллиантов не акцентируют внимание на том, что бриллианты не природные, а искусственно выращенные. Бриллиант – камень для тех, кто не боится крови и жаждет власти. Куда исчезают драгоценности, расхищенных террористами музеев Ирака и Сирии? Кто покупает и продает краденое? И Аль-Каида, а также и Хамас, и Хызбалла и много еще организаций террористической направленности использовали алмазы в качестве платежного средства. Секреты русской огранки алмазов. Почему отечественные бриллианты едут почти исключительно за рубеж, а в Россию везут второсортные камни из Азии? Что представляет собой мировая бриллиантовая мафия? Такими способами преступники вывозят камни из России на миллиарды долларов? Как изменится мир, если все украденное придется вернуть? Сегодня наша страна занимает первое место по промышленной добыче алмазов в мире. Каждый третий бриллиант, который сверкает на шеях знаменитостей и жен миллиардеров, имеет российское происхождение. И это только официальные, легальные продажи. Нелегально алмазы собирают буквально как грибы после дождя и тоже везут на международные рынки. Смотрите сегодня в нашей программе. В мае 2016 года аукционный дом Кристис выставляет на торги самый большой синий бриллиант в мире. Он называется Оппенгеймер Синий и весит более 14 карат. Этот камень принадлежит семье Оппенгеймеров, настоящим мастодонтом рынка драгоценностей, бывшим владельцем компании De Beers, самой крупной алмазной монополией в мире. Несколько лет назад представители семьи Оппенгеймеров продали самый известный алмазный бренд в мире – компанию De Beers. Эта монополия держит под контролем цены на бриллианты и хранит под замком бесчисленные запасы, уже добытых почти за 100 лет камней. В ее власти полностью обрушить этот рынок, попросту открыв информацию о том, сколько алмазов накопилось в их хранилищах. Эксперты полагают – очень много. Оппенгеймеров считают одной из самых влиятельных семей в мире. В годы Холодной войны им удавалось поддерживать дружеские отношения с королевскими династиями и крупнейшими магнатами западного мира и одновременно с высшим руководством СССР. Многие представители клана Оппенгеймеров, они имели рыцарские титулы и входили в состав различных государственных институтов Британии. А многие из них были представителями британских разведслужб. Они выступали посредниками при продаже советских алмазов на Запад, когда формально такая торговля была невозможна. Договор, который впервые был заключен еще в 60-х, принес экономике СССР настоящие серьезные деньги, которые даже записывались отдельной строкой в бюджете. Счет шел на миллиарды рублей. Договор-то был первый заключен в 59-м году. Филипп Оппенгеймер сюда приезжал и потом благополучно пролонгировался. Каждые там 3-5 лет он переписывался, но какие-то детали менялись, но суть его оставалась та же самая. Советский Союз не имеет права самостоятельного выхода на рынок. Только через Дебирс. Теперь компания Дебирс потеряла право эксклюзивно продавать российские камни. И, возможно, алмазный рынок ждут запланированные и неожиданные перемены, которые могут обрушить такое хрупкое мировое экономическое равновесие, когда цена на нефть только-только стабилизировалась. Эксперты полагают, что в скором времени мир ждет алмазная революция. Камни могут сильно упасть в цене. Секрет в том, что свои миллиарды ювелирные монополии зарабатывают не на больших и чистых камнях. Крупные алмазы, хоть и стоят дорого, это всего лишь капля в море этого бизнеса. На них смотрят, ими восхищаются. Но мужчины всего мира ежегодно выкладывают десятки миллиардов долларов совсем за другие бриллианты. За копеечные крошечные камушки, которыми усыпаны колечки, брошки и серьги. Не просто мелкие бриллианты. Часто это пыль, которая фактически не стоит ничего. Самый доходный сегмент алмазного трубопровода, он находится в самом конце, это продажа брендированных изделий. Вот тот, кто владеет брендом мирового класса, скажем, Тиффани, Кортье, Граф, Штерн, вот бриллиантовые бренды, да, вот здесь и зарабатывают самые большие деньги. Что если и эти мелкие камни ничего не стоящие подделки? Так журнал «Экономист», который известен своими инсайдерскими связями, неожиданно разместил на своих страницах цитату миллиардера Малкома Форбса. Бриллианты – это не что иное, как куски угля, которые делают свое дело. Казалось бы, бриллианты – символ роскоши и власти. Но кто носит настоящие камни в 10 или даже 40 карат за сотни миллионов долларов? Многие считают, что их владельцы – знаменитости. Певцы, голливудские звезды появляются в роскошных украшениях на красной ковровой дорожке. Увы, как правило, актрисы, блистающие огромными бриллиантами на кинопремиях, всего лишь выступают моделями для ювелирных компаний. Получают украшения на церемонию, чтобы прорекламировать товар лицом. А тем временем самые дорогие крупные бриллианты покупают анонимные миллиардеры. Такой камень сверкнет на аукционе и потом снова на многие годы исчезнет из видов. Его будут надевать в кругу избранных, на вечеринках, где не бывает журналистов и нет чужих глаз. Так, предыдущий рекордно дорогой розовый бриллиант за 48 миллионов долларов купил малоизвестный миллиардер из Гонконга в подарок для своей семилетней дочери. Однако, по мнению экспертов, гонконгский миллиардер скорее исключение справил. Да, иногда покупателями становятся взбалмошные миллиардеры из Саудовской Аравии и Катара. Там любят украшать камнями машины и самолеты. И все же самые крупные и известные бриллианты в мире, как правило, попадают в безымянные руки. Все, что касается Запада, там вообще немножко отношение к ювелирным изделиям, к бриллиантам другое. Поэтому, может быть, у английской королевы есть хорошие, дорогие бриллианты. Может быть, она их одевает на какой-то званый ужин, но мы об этом никогда не узнаем. Большая часть бриллиантов из тех, что выставлены на аукционах, продаются не взбалмошным миллиардерам из стран третьего мира, а неким неназванным покупателям. Тоже, скорее всего, людям, не бедным. Кто они? Никто не задумывается. Хотя на самом деле это могут быть сами алмазодобывающие компании. И покупают они, по сути, сами у себя. Лишь бы не уронить искусственно взвинченную цену. На аукционных классах Кристи и Сотбис продажа, собственно, бриллиантов, не оправленных бриллиантов, не в составе каких-то знаменитых ювелирных изделий, это единичные случаи. Таких сделок несколько раз в году они осуществляются. Цена таких объектов чрезвычайно велика. Это от единиц до десятков миллионов долларов. Но что будет, если обман раскроется? Сколько будут стоить алмазы, если весь мир узнает, что их больше, чем утверждают бриллиантовые монополии? А их себестоимость во много раз меньше. Может быть, поэтому оппенгеймеры продали свои бриллиантовые активы? Смотрите далее. Как русские драгоценные камни стали причиной передела рынков? И почему никто достоверно не знает, сколько нелегальных камней попадает в Европу из нашей страны? Очень много сладких преференций сделано для алмазного бизнеса. Можно ли простому человеку разбогатеть на алмазах? Эксперты утверждают, что значительная часть супердорогих бриллиантов была добыта в российской глубинке, потом контрабандой вывезена за границу и легализована по сложной схеме. Как это происходит? Сейчас мы вам расскажем. Что здесь делаешь? Кто контролирует незаконную добычу драгоценных камней в Якутии? Ты горячишься там месяц, а потом тебе 50 тысяч ждет. И почему полиция никак не может справиться с бриллиантовыми копателями? Наше подразделение сейчас имеет 5 шатуньков по данной линии, да. Это очень мало по всей республике. У нас республика по лошадью более 3 миллионов квадратов километров. Продолжение нашего расследования через минуту. Республика Саха, Якутия. Здесь самые большие залежи драгоценных камней в России. Именно отсюда на мировые рынки и в закромады бирс попадают 30% алмазов. Эти камни добывают в огромных карьерах, где порода выходит на поверхность. Но в Якутии разведаны всего 10% природных богатств. Остальные 90% разыскивают любители легкой наживы. В это трудно поверить, но здесь есть места, где драгоценные буквально валяются под ногами. Этим пользуются целые сети черных добытчиков. Ты же не сразу раз нашел сразу мешок и сдал миллионы на три. Там по 50, по 60 тысяч. Они же скупают не по нормальной цене, а там очень маленькие ценники. То есть ты корячишься там месяц, а потом тебе 50 тысяч дают. Ну, конечно, они гораздо дороже. Не знаю, раза может в 4-5, если их так продавать, ну, по закупочной цене. Но, естественно, я не могу без документов без какой-то там, не знаю, аккредитации или что у них там такое. Ну, пойти просто так, прийти в контору и продать. Для этого нужны документы, какая-то там, артель, если ты частник, например. Искатель алмазов Сергей Ефимов говорит, что больше этим не занимается. Когда-то за нелегальную добычу он уже отсидел срок. Раньше Сергей каждый свободный день выходил на поиски в тундру. Никаких особенных инструментов не требовалось. Только сито для промывки. Ну, вначале просто с поверхности все, что находилось. А потом подсказали, что можно, как золото моют, вот типа того же. Лоток делаешь специально, сетку. И просто породу в реке перемываешь. Не знаю, как больше найти можно. Ну, так нормально находилось тоже. Ну, как снег сходит, сразу можно выходить. Как только земля немножко оттает, чтобы можно было породу набирать. Ну, и вода не такая уж ледяная. Все, все лето ходишь. Я с ребятами общался, конечно, с такими же. Вот такие камни якутские полицейские изъяли у добытчиков в ходе одного из рейдов. Некоторые алмазы более сантиметра в диаметре. А это не меньше четырех карат. Бриллианты, которые получатся из этих невзрачных на вид камней, будут стоить десятки миллионов рублей. Чуть сильнее, смотрите. Пятикаратники влево, семикаратники вправо. Мелость всякую по карату. Вообще выкидываете. Тяжесть одна. Конечно же, алмазы в Якутии не валяются на каждом углу. Надо знать места. В регионе, где уже более полувека промышленно добывают алмазы, немало специалистов, которые готовы дать полезный совет. Как стать миллионером? Геологи все разведывали эти места. Они знают, да. Обычно правило такая. Геологи, они старые, геологи-то, они списываются, да? Они на пенсию уходят и тому прочее. Им-то жить что-то надо. Некоторые вот... Крестники, воспользовались этим, у них информацию берут и идут домой. Первый, где-то году в 2008-м, у меня брат геолог, он просто подсказал место, где можно походить, просто под ногами найти. Ходил-ходил раза три, наверное, по полдня. И вот на третий раз повезло. Не знаю. Просто смотрю, что-то блестит. Выкопал. Думал, стекляшка. Ну, он выглядит как стекло. Мутный такой, грязный. Домой принес, отмыл. Вроде бриллиант или алмаз. Все отнес товарищам одним. На первый взгляд, очевидно, за нелегальными старателями должна охотиться местная полиция. Однако это не совсем так. Якутия – это бескрайние малозаселенные площади и огромные природные богатства. Тут часто закон тайга, а прокурор – медведь. Наши подразделения сейчас имеют пять сотрудников по данной линии, да. Это очень мало. По всей республике. У нас республика по лошадью более трех миллионов квадратов километров получается, да. По ним разбросаны эти все недры. Наше богатство, да. По этой республике мы должны собрать информацию, должны собрать, да. Отрабатывать какие-то тактики, методы работы своей, да. Местные полиции говорят прямо. Всех добытчиков поймать просто физически невозможно. Разыскивают особенно активно. Тех, кто промышляет совсем уж по-крупному. Но старатели-одиночек даже не тратят время. До полторы миллиона, если человек украл алмазы, да, если стоимость меньше полторы миллиона, тогда это становилось административным правонарушением, административным правонарушением. Поэтому мы сейчас не обращаем на это внимания. Эксперты говорят, алмазы, добытые в России, незаконно отправляются за границу на огранку. Эти неучтенные богатства попадают на черный рот. Допри нелегально компактные и сравнительно легкие алмазы из Африки, Индии и России. Становятся в том числе и платежным средством. Своего рода валютой для международной мафии. Вместо обычных денег и банковских переводов, за которыми государство установили жесткий контроль. Алмаз, найденный российским старателем, видимо, попадает в руки скупщика, который аккумулирует все незаконно добытые алмазы, партию. И поскольку в нашей стране невозможно, скорее всего, провести огранку и превращение этого алмаза в бриллиант, он вывозится за границу. Потом бриллианты легализуются под видом продукции из Индии или Африки и отправляются в компанию «Де Бирс» и на мировые аукционы. Масштабы этого черного рынка, по словам сотрудников МВД, огромны. Например, на Молоде, да, было изъять 391 карат алмаза. Бывший старатель Сергей Ефимов признается, когда намывал алмазы, даже не предполагал, что ловить его будут не на прииске. Там он соблюдал все меры любительской конспирации, а в собственном гараже. Один он у нас большой попался и несколько маленьких. Собирался как раз идти на продажу. Начал взвешивать перед этим. Уже договорились на следующий день. Все, как обычно. Залетели мордой в пол. Понятые там все написали. У меня ничего не спрятано. Все вот лежит, весы стоят. Весь состав преступлений. Суд 4 года отсидел. Штраф там 20 тысяч, что ли, смешно. Общая сумма, ущерба 1 миллион 700, что ли, не помню точно. Ну, это сколько нашли на месте. Ну, я сказал, что раньше не занимался, вот случайно нашел. Сергей предполагает, что сдали его свои же. Перекупщики нелегальных алмазов. Ничего не поделаешь. Конкуренция. Теперь, после того, как отбыл срок, он говорит, что у этих камней действительно есть особая энергия. Но для простого человека она не несет ничего хорошего. Несмотря на то, что деньги были легкими, они исчезли так же незаметно, как и появились. Эти алмазы, они удачи-то не приносят. Во-первых, ты много сильно не заработаешь. Во-вторых, не знаю, проклятие на них, что ли, какое-то. По себе знаю. Четыре года все пропало. Тоже думал, сейчас подкоплю там еще что-нибудь. Эти деньги, они не копятся, они сразу куда-то уходят. Вышел, ничего уже, волчий билет. На работу не устроишься никуда нормально. Кто вывозит из России алмазы в промышленных масштабах? И как алмазные монополии используют русские камни для контроля всего мирового рынка бриллиантов? Превратишься в бриллиант, он полностью теряет свою национальную принадлежность. Он становится просто драгоценностью. Почему в России, где добывают больше всего в мире алмазов, купить настоящий бриллиант – непростая задача? Мы продолжаем наше расследование. Эксперты говорят, настоящий бриллиант, тот, в который можно вложить деньги и передать потомкам, должен быть весом не меньше 4-6 карат. В круглой огранке – это камень больше 1 сантиметра в диаметре. Такие не купишь в ювелирном магазине. Их продают в основном на международных аукционах. Инвестировать деньги можно, приобретая камни от 6 карат с хорошими характеристиками. Это гарантировано то, что ты не потеряешь деньги, потому что с каждым годом все-таки их добывают меньше и меньше, и с каждым годом их ценность возрастает. В зависимости от качества камня, его прозрачности и цвета, цена на 6-каратный бриллиант начинается от 18 миллионов рублей. Конечно же, позволить себе украшения стоимостью, как квартира в Москве, могут немногие. Это и есть главная афера бриллиантового бизнеса. Прибыль приносит вовсе не камни размером с голубиное яйцо, а алмазная мелочевка и даже пыль, которую покупают в ювелирных обычные люди. Массовые украшения сверкают россыпями мелких камней и стоят баснословно дорого. Если ты покупаешь камень в полкарата со средними характеристиками, да еще и оправленные в ювелирные изделия, а у нас другие камни нельзя покупать, то прежде всего ты будешь терять деньги на НДС, ты будешь терять деньги на той прибыли, которую получает магазин и завод-изготовитель ювелирного изделия. И, собственно говоря, когда ты приобретаешь ювелирные изделия с бриллиантом, после того, как ты оформил покупку, ювелирные изделия дешевеют на 70%. Вот он, маленький, но настоящий камушек. Лучший друг девушек уже на протяжении многих десятков лет. Правда, рынок бриллиантовых украшений столь огромен и хаотичен, что даже за приличные деньги можно нарваться на подделку. Вы понимаете, природный камень обладает такими необыкновенными свойствами, только ему присуща определенная красота, долговечность и редкость. Поэтому это делает его таким дорогим камнем и делает его предметом роскоши. Любой искусственный камень, он уже не сможет, скорее всего, такой долговечностью и редкостью обладать. В ювелирный магазин за свадебным колечком и сережками не ходят с консультантом-гемологом, чем и пользуются нечистые на руку продавцы. Практически искусственно выращенные бриллианты уже ничем не отличаются от природных. Если еще 10 или 7 лет назад можно было прийти в магазин и с помощью нехитрых тестов, нехитрых способов сказать, что вот это вот, да, бриллианты природные, а вот это вот бриллианты, извините, искусственно выращенные, и не надо нам здесь их показывать и продавать, потому что это обман, то сейчас таких явных и откровенных, скажем так, диагностических признаков уже нет. Однако сами создатели искусственных алмазов говорят, что их продукта не стоит бояться, если продавец говорит открыто, бриллиант не природный. Такой камень не уступает натуральному по своим качествам. Выращенный в лаборатории кристалл, как правило, чище природного и даже выглядит эффектнее. Правда, и стоит должен дешевле. Уже сегодня алмаз применяется там в десятках тысячах изделий, в 80 тысячах технологий. А в ювелирном деле алмаз будет применяться по той простой причине, потому что его оптические свойства, они очень хороши для ювелирных изделий, но они не будут никогда конкурентами для природных алмазов. Доля фальшивых бриллиантов в ювелирных украшениях на российском рынке, по данным экспертов, может составлять порядка 30%. Это при том, что Россия добывает алмазов больше всех в мире. Куда же продают русские камни? Кто стоит за нелегальным вывозом? И главное, где происходит передел мирового бриллиантового рынка? И как это отразится на обычных людях во всем мире? Вот этот зал со столами и есть знаменитая антверпенская алмазная биржа в Бельгии. Здесь продают и покупают большую часть всей мировой добычи бриллиантов. Это происходит до того, как эти драгоценности попадут на аукционы и в ювелирные дома. Здесь работают профессиональные торговцы. Правила торговли бриллиантами установлены компанией De Beers. Пока она была абсолютной монополией, ей удавалось контролировать цены за счет довольно изощренного механизма сделки. De Beers выставляет лоты. Это набор бриллиантов разного размера и ценности. И на них назначается минимальная цена. Так в лоте может быть только один алмаз, представляющий интерес для покупателя. Но приобрести его отдельно нельзя. Только все вместе. Туда приходит много алмазов из Африки. В том числе и из стран с весьма сомнительной репутацией. И механизм обращения построен так, что есть основания полагать, что часть алмазов, конечно, выводится из оборота. В последние годы практически все алмазы из России идут через Антверпенскую биржу. Причем сюда привозят как добытые законно большими компаниями товары, так и мелкие партии, которые везут из Якутии контрабандисты. Здесь камни отмываются. По-другому и не скажешь. Получают чистую аукционную историю. Далее алмазы идут на огранку и перепродажу ювелирным компаниям. Сделка уже получается легальная. И дальше он поступает на какую-то ограниченную фирму, где превращается в бриллиант. После того, как алмаз превратится в бриллиант, понять, откуда он, где его место происхождения, практически невозможно. Мы говорили об этом. Бриллианты – одна из своеобразных международных валют, которую использует мафия. Трейдер антверпенской биржи не отчитывается ни перед кем за свои камни. Легальный алмаз или контрабандой попал в Европу – тоже сказать невозможно. К сожалению, отследить очень сложно. Такие грузы. Если это морской контейнер, или это если фура, в которой там едут холодильники, а где-то в дальнем холодильнике, в морозилке лежит коробочка с бриллиантами, вероятность того, что без ориентировки вдруг 100% эти холодильники досмотрят, она, конечно, мала. Это тайный рынок, за которым скрываются манипуляции ценами и теневой оборот незаконных доходов. Сделки происходят конфиденциально, без лишнего шума. Российские алмазы на мировом рынке драгоценностей составляют примерно треть. Это огромная доля от всего оборота. Но большую часть прибыли отечественной алмазы приносят зарубежным огранщикам. Необработанный кристалл порой стоит в 10-10 раз дешевле бриллианта, который из него можно сделать. Из России на Запад поставляют как раз сырье. У нас 30% мировой добычи принадлежит России. Естественно, там подавляющее большинство – это якутские бриллианты. Очень хорошее сырье, хорошего качества. Соответственно, все с удовольствием его там покупают и гранят. Где-то речь идет о 3-4% то, что в России границ. Остальное все просто в сырье продается. Почему так происходит? Ведь классическая русская обработка алмазов в 57 граней известна на весь мир и считается эталонной до сих пор. Мы попытались разобраться. Русская гранка, она изначально была… отличалась от других в совершенственном пропорции. Изначально, собственно, задача была поставлена на то, чтобы сделать абсолютно совершенный камень, кроме совершенства пропорций, был, собственно, упор сделан на совершенство финишной полировки камня. То есть он должен быть вообще идеальным. То есть он должен плестеть, сверкать, иметь полное внутреннее отражение. В начале 60-х, когда в Смоленске был создан завод по огранке природных алмазов, генеральный секретарь Никита Хрущев заявил, «Теперь каждая доярка должна иметь бриллиантовые серьги». Но о популистских лозунгах генсека очень быстро пришлось забыть. И даже не потому, что бриллианты стоили дорого или были не по карману простым советским женщинам. Их попросту не было в магазинах. Ювелирные украшения, как и колбаса, стали дефицитом. Но если советские ювелирные заводы работали на полную мощность, то куда девалась их продукция? Кто ее скупал? Ведь миллионеров в стране советов официально не было. Остается единственное направление – экспорт. Но, открыв любой справочник по экономике СССР того периода, любую монографию, посвященную внешней торговой деятельности Советского Союза в период 1946-1953 год, вы не найдете там статьи «Экспорт алмазов». Как полагают историки, бриллианты уходили за границу по нескольким каналам. Один из них – Министерство иностранных дел. С помощью драгоценных камней СССР спонсировал коммунистов в Южной Америке, Африке и по всему миру. Вот этот алмазный поток должен был бы избежать бюджетного учета и контроля, поскольку предназначался для конфиденциальных расходов политической разведки, которые, естественно, не должны были публиковаться, светиться и как-то контролироваться бюджетными органами. Вот если это предположение верно, то тогда все встает на свои места и в первую очередь становится объяснимым отсутствие каких-либо документов. Кроме того, советскими алмазами с 60-х годов торговала компания «Дебирс». Это были тайные сделки, совершаемые на самом высоком уровне. Как уже в начале 2000-х признался бывший представитель «Дебирс» в СССР, князь Никита Лобанов-Ростовский, сделки с советским руководством превышали миллиард долларов ежегодно. Смотрите далее. Алмазы не только валюта международной мафии, но и средства для международной политики. Как сверкающие камни становятся причиной глобальных конфликтов и гражданских войн. Проклятие голубого бриллианта. Как из-за одного драгоценного камня погибли 20 человек и поссорились два государства. Кто похитил и вывез из России драгоценности императорской семьи? И почему огромные роскошные камни не приносят удачу, а убивают своих владельцев? Какие-то вещи, конечно, ушли. Какие-то были похищены во время разграбления императорских дворцов в Петрограде. Какова судьба украденных русских бриллиантов? Кто их носит? И сколько людей погибли в попытках ими завладеть? Продолжение нашего детектива сразу после короткой рекламы. Вот как выглядит редчайший голубой бриллиант размером в 50 карат. Раньше он принадлежал саудовскому принцу Фейсалу Бенфахту. Где камень находится сегодня, неизвестно. Как в воду канул после того, как в 1989 году был щен. На тот момент его цена составляла 20 миллионов долларов. Сейчас вдвое дороже. За его судьбой следят спецслужбы и подданные двух королевств. Таиланда и Саудовской Аравии. Вот уже 27 лет между странами прекращены дипломатические отношения. Это похищение бриллианта без преувеличения кража века. В конце марта 2016 года человек по имени Крянг Крайти Чамонг вновь напомнил о себе. Он заявил в присутствии журналистов, что постригся в буддистские монахи, и у него отныне новое имя – Вачира Яна. С тайского это переводится как «тот, который познал бриллиант». В 1989 году на заработках в Саудовской Аравии трудились более 150 тысяч тайских гастарбайтеров. Один из них – садовник Крянг Крайти Чамонг. Несколько лет работал во дворце у принца Фейсала. День за днем он брал драгоценности из хозяйского дома и выбрасывал их в окно, а вечером подбирал в траве добычу и уносил к себе. Оттуда было похищено достаточно большое количество ювелирных украшений, и среди них – голубой бриллиант такой ярко-насыщенной фантазийной огранки, такой очень красивый, очень интересный камень. Любой человек может прийти купить какой-то камень, но продать он должен как бы объяснить, откуда этот камень, несет ли он какой-нибудь криминальный, кровавый, не дай бог, след. Вскоре начали трагически погибать люди, связанные с саудовскими бриллиантами. В конце концов полиция Таиланда нашла Тичамонга и саудовские бриллианты. Вор получил 7 лет тюрьмы, а драгоценности были переданы на родину. Однако после проверки оказалось, что большинство из них – подделка. Когда украшения полицейские привезли обратно в Саудовскую Аравию, чтобы вручить их потерпевшим, установили, что часть из них являются подделками, а вот этого знаменитого голубого бриллианта среди них просто нет. Печальная история, потому что история закончилась тем, что, собственно говоря, практически все дипломатические отношения между двумя странами были прекращены. Группа высокопоставленных тайских полицейских заставила ювелира, скупавшего бриллианты у вора, сделать копии драгоценностей, и именно их отправила в Саудовскую Аравию. Они были осуждены и приговорены к тюремному заключению. Однако настоящие бриллианты так и не были найдены. Как считают некоторые гемологи, крупные знаменитые бриллианты действительно обладают мистическими свойствами. Алмаз ведь самый твердый из минералов. И в этом-то его ценность. Алмаз вечен. То есть он не разрушается, ни в огне не горит, ни в воде не тот, ни в кислоте не разлагается и так далее. Отсюда из его уникальнейших качеств произрастают и все о нем мифы и поверье. Ну, наверное, вполне естественно для человеческого разума. Ворованные камни носит и королева Англии. Елизавета II владеет, пожалуй, самой внушительной коллекцией исторических бриллиантов. Ее корона украшает знаменитый Кахенур, гора света, камень с тысячелетней историей. Считается, что он был древним символом власти в Индии, а потом был украден колонистами из сокровищницы в Лахоре. Но тяжелые короны Елизавета II надевает в исключительных случаях. В остальное время она носит диадемы и тиары. Облегченный вариант. И одна из любимых тиар английской королевы – русская. Бежавшие в Европу русские княгини были вынуждены продавать за бесценок царские драгоценности. Одна из самых знаменитых диадем принадлежала великой княгине Марии Павловне. Она была подарена ей ее супругом, великим князем Владимиром Александровичем. И затем она смогла ее вывезти, когда уехала за границу после революции. В общем, она приняла решение эту диадему продать. И ее, в конце концов, приобрели англичане для королевского дома. Как утверждают эксперты, драгоценности династии Романовых совершили первый переворот на алмазном теневом рынке. После революции они были распроданы за бесценок иммигрантами. Та часть, которую скупили разного рода дельцы, до сих пор в ходу. Царские алмазы остались одним из самых надежных средств оплаты на черном рынке. Оружие и наркотики. За все это очень легко расплачиваться небольшим мешочком с камнями, которые, к тому же, нигде не учтены. Почему российская сокровищница практически пуста? Что творилось в 90-е? Кто и как воровал в фантастических масштабах? Откровение бывшего генпрокурора Юрия Скуратова. Самое главное – это покушение, что называется, на золотой запас страны, так сказать, на это святое, гохран. Мы узнали судьбу украденных русских бриллиантов. Смотрите продолжение нашего расследования. Обратите внимание, вот главные сокровища Российской Федерации – регалии императоров. Две короны – большая и малая, держава и скипетр. Пряжка и цепь ордена святого Андрея Первозванного. Когда произошла революция, то, конечно, все государственные регалии и сокровища были сразу признаны отчужденными, и временное правительство еще даже до Октябрьского переворота эти предметы объявило своими, государственными. Сразу после революции в Кремле был создан гохран для складирования и сортировки изъяток драгоценностей. По словам свидетелей того времени, серьезным хранилищем это назвать было нельзя. Все было свалено как-то вместе. Попадались корзины, сплошь наполненные драгоценными камнями без оправы. Были тут и царские драгоценности, валялись предметы чисто музейные. И все это без всякого учета. Правда, и снаружи внутри были часовые. Был и заведующий, который не имел ни малейшего представления ни о количестве, ни о стоимости находившихся в его заведовании драгоценностей. Для того, чтобы получить драгоценности в гохране, достаточно было просто получить расписку от Ленина. Этим воспользовались аферисты из числа первых революционеров. Там же на аукционе Кристесно уже в 1984 году всплыл и легендарный синий бриллиант Михаила Терещенко, названный в его честь. Как рассказывали члены семьи Терещенко, с помощью этого камня тот откупился от большевиков после задержания в Петрограде. Супруга Терещенко предложила выкупить мужа за вот этот бриллиант из ожерелья, которое было уже готово. Поначалу Ленин отказался, заявив, что революция не продается. Но в конечном счете, это уже достоверно известно, бриллиант был передан Троцкому, французским послом Нулансом, в качестве оплаты за освобождение Терещенко. Терещенко был выпущен. А вот самой царской семье фамильные бриллианты жизнь не спасли. Наоборот, послужили причиной мучительной и страшной смерти. По легенде, когда расстрельная команда сделала первый залп по семье императора, пули отскакивали от детей и взрослых, словно те были в бронежилетах. Они сшили себе лифы, сшили пояса, в которые положили какие-то свои драгоценности. И они носили их на себе, они их хранили, их не отняли вплоть до страшной ночи в Екатеринбурге, когда их отвели в подвал и расстреляли. И надо сказать, что судя по воспоминаниям, которые остались, в том числе организаторов этой казни, они не знали о том, что эти вещи есть. И когда начался расстрел, и потом достреливали, добивали штыками жертв, то сначала удивились, что такое, что-то мешает почему-то. И, конечно, это усилило страдание жертв, потому что они были ранены, но не убиты сразу. По воспоминаниям участника расстрела Яровского, эти бриллианты были собраны и отправлены в Москву, в Гохран. После чего драгоценности бесследно исчезли. Мы попытаемся разобраться в самой таинственной и запутанной бриллиантовой истории Советского Союза. По описанию дочери пропала одна либо две шкатулки на общую сумму, как мы считали тогда, где-то в районе 120 тысяч рублей. В 79-м году, но это баслостонные деньги. Ее любила вся страна. Актрисы из фильмов «Свадьба в Малиновке» и «Москва слезам не верят». Зоя Федорова была убита в собственной квартире. Почему убийцы до сих пор на свободе? Я знаю фамилию конкретного исполнителя. Теневой рынок в Советском Союзе. Кто и как покупал и продавал бриллианты? Трагедии и смерть простых людей и знаменитостей. И главное, как бриллианты уничтожили Советскую империю. Смотрите продолжение через минуту. В 1981 году в роскошной трехкомнатной квартире на Кутузовском проспекте в Москве было найдено тело пожилой женщины. Заслуженная артистка России Зоя Федорова была убита выстрелом в затылок. Звезде советского кино было 74 года. И, казалось, на ее долю выпало и так немало страданий. Девять лет в сталинских лагерей по обвинению в шпионаже. Потом годы и силы, потраченные на то, чтобы восстановиться. И, наконец, триумфальное возвращение в кино. Вот она в знаменитой комедии «Свадьба в Малиновке». Но кто и, главное, зачем застрелил актрису? Убийство Зои Федоровой до сих пор официально считается нераскрытым. Понятно только одно. Все дело в бриллиантах. Сергей Бутенин одним из первых прибыл на место преступления. Он вспоминает, как зашел в квартиру и, пройдя по коридору, увидел убитую. Там стоит в передней кресла такой круглый стол. И, склонившись влево, сидела Зоя Федорова. Вот, рука левая у нее была приспущена к полу, и в ней была зажата телефонная трубка. Оперативники следов взлома не обнаружили. Значит, дверь Федорова открыла сама. Также не было и следов борьбы. Вероятно, убийца был ей хорошо знаком. И, судя по расположению тела актрисы, еще за несколько секунд до выстрела, вел с ней непринужденную беседу. Стреляли, по всей видимости, с близкого расстояния сзади в затылок. То, что пуля вошла почти по центру затылка и вышла через левый глаз. На ней были даже очки одеты, и левая, верхняя часть оправы была расколотой. В квартире убитой был беспорядок. Словно Федорова накануне смерти куда-то собиралась. Повсюду пустые коробки. И, что показалось особенно странным, этикетки от заводских ювелирных украшений. Не до конца можно было себя объяснить, с чем связано большое количество картонных коробок из-под обуви, пустые. И в некоторых из них было достаточно много бирок от золотых изделий. Без изделий, просто бирки. Казалось бы, по всем канонам криминалистики, круг подозреваемых должен был оказаться очень узким. Дмитрий Медведев, бывший начальник отдела уголовного розыска главного управления МВД СССР, занимался расследованием этого убийства по горячим следам. То, что ее убил человек, ее явно знающий, тем более из очень редкого вида оружия, из пистолета «Зауэр», нас навело на определенные мысли. Эти мысли нас привели практически к раскрытию преступления. Однако киллер так и не был. Водня вокруг смерти Федоровой по-прежнему одни тайны. По всем признакам убийство совершил профессионал, либо военный, либо сотрудник спецслужб. В кругу знакомых актрисы таких людей наверняка было немного. Кто-то прятал концы, очень не хотел, чтобы вдруг случайно вылезла их связь. И будем говорить, не дружеская связь, а какая-то деловая. И второй момент, да, это могло быть ограбление, если учесть, опять же, по оперативной информации, по различным разговорам, что много интересных там вещей было собрано в этом чемоданчике, который никто так и не нашел. Следователи поняли. Причиной убийства стали драгоценности, которые в квартире отсутствовали. Вероятно, речь шла о настоящих сокровищах. Но откуда они у советской актрисы? И кто охотился за бриллиантами Зои Федоровой? Да, была такая оперативная информация, что чемодан она приготовила, чтобы вывезти антикварные вещи к Вике туда, к Виктории своей. Виктория, дочь Федоровой, к тому времени уже несколько лет жила в США и ждала, когда мать переедет к ней. Маленькие, но очень дорогие камушки, которые ценятся во всем мире – идеальное вложение денег для эмигранта. Надо сказать, что мы достаточно быстро вышли на след тех, кто совершил это убийство. Но нам, как говорили тогда старшие братья, предложили передать им все материалы, руководствуясь, так сказать, высшими государственными интересами, что и нами было сделано. Поэтому заключительная вся работа по делу выполнялась сотрудниками КГБ СССР. Я знаю фамилию конкретного исполнителя, но вы меня извините, я ее называть не могу. Дмитрий Медведев не может назвать фамилию потому, что этот человек, скорее всего, еще жив. А само бриллиантовое преступление гораздо масштабнее рядового убийства, пусть даже известной актрисы. Получается, что следователи наткнулись на серьезную криминальную организацию, которая имела международные связи. Вывозить драгоценности из-за железного занавеса на Запад и одновременно выйти сухими из воды в таком, как бы сказали, мокром деле – все это говорило о силе бриллиантовой мафии. Убийство Зои Федоровой стало последней точкой в череде бриллиантовых происшествий, случившихся в Москве за довольно короткое время. И все они, как полагают сегодня сыщики, могут быть связаны между собой. Так, в сентябре 79-го года оперативники Мура прибыли в квартиру вдовы генерала Липодаева. Пожилая женщина была мертва. Бабушка тоже была очень осторожная, она открыла кому-то дверь. Вот, причем она даже, когда приносили почтовую корреспонденцию, за которую надо расписывать, ну, типа телеграммы, да, она открывала дверь только через цепочку. Вот, а здесь она впустила кого-то в квартиру. Сыщикам удалось найти неподалеку от дома у мусорных баков почтовую коробку. На ней адресатом была дочь Липодаева Лиза. Под предлогом расписаться за посылку, преступники убедили пожилую женщину открыть дверь. Бабушку пытались связать, но не получилось у ребят. Тогда, значит, они ее повалили на пол, связали руки, а она стала хрипеть. У нее давление было очень высокое, ну, плюс волнение от нападения. Вот, и один из нападавших снял с нее хлястик с халата, засунул ей в рот, а у нее пошли инстинктивные глотательные движения, и хлястик перекрыл горло. Она задохнулась асфиксией. Квартира вдовы генерала была обставлена роскошно. Но преступники не взяли красивые вещи или столовый хрусталь. Они точно знали, зачем пришли. Из квартиры, по описанию дочери, значит, пропала одна либо две шкатулки на общую сумму, как мы считали тогда, где-то в районе 120 тысяч рублей. В 79-м году, ну, это баслоосновные деньги, потому что, скажем, вот автомобиль Жигули стоил где-то 5,5 тысяч. Речь шла об антикварных немецких драгоценностях, за которыми, очевидно, охотились настоящие профессионалы. Следов не оставляли. Работали быстро и слаженно. Тогда-то и возникла версия о международной бриллиантовой мафии. Смотрите далее. Горы бриллиантов у генералов, партийных бонз и сотрудников КГБ. Откуда? И главное, зачем? Ведь у них и так было абсолютно все. Были платиновые изделия, в том числе с бриллиантами. За что убили Зою Федорову? И кто прикрывал преступников? Вы понимаете, многие загадки связаны с серьезными служебными и даже действительно государственными тайнами. И куда ведет бриллиантовый след? В течение трех лет в Москве произошли сразу несколько до сих пор нераскрытых, а потому таинственных ограблений. Так, в 79-м году убита в своей квартире вдова генерала Липодаева. Похищены антикварные немецкие драгоценности. В следующем году ограблена вдова писателя Алексея Толстого. Украдены уникальные камни. По Алексею Толстому мы работали в связи с ограблением его квартиры. Совершил это преступление некто Бец. Беца уничтожили при задержании в Абхазии. Он там пытался отстреливаться. Кража была при определенных обстоятельствах, которые нас навели на то, на мысль о том, что кто-то из хорошо знавших квартиру эту и бывавших в этой квартире. В 81-м убийство актрисы Зои Федоровой. И снова пропажа бриллиантов. Еще через год ограблена квартира дрессировщицы Ирины Бугримовой, у которой также пропала невероятная коллекция старинных бриллиантов. По оценкам специалистов, стоимостью в десятки миллионов долларов. Но откуда такие богатства были у советских женщин? На этот вопрос ответа нет. Так родственники Ирины Бугримовой впоследствии утверждали, будто у дрессировщицы просто была высокая зарплата, и она скупала бриллианты во время гастролей. А дочь генерала Липодаева на допросе и вовсе не спрашивали о происхождении драгоценностей. Таково было указание сверху из КГБ СССР. Некоторые вещи, они были очень старые. То есть, ну это где-то начало века 1902-1903 год. Со слов Лизы, правда там ее прерывали во время допроса, на многих были иностранные клеемы. Нам не разрешали особо интересоваться, каким образом это золотые изделия у них в семье оказались, но догадаться-то в принципе возможно. Напомним, речь шла не о советских ювелирных изделиях, а о настоящих раритетах 19-го и начала 20-го века. Так сокровища вдовыли Падаева описала ее дочь Лиза. Список оказался внушительным, и для того, чтобы попытаться разыскать их, художник составил фотороботы украшений. Были серебряные, такие удлиненные сережки с вставками из натурального граната. Примерно такой же был, как трильяж сделан, браслет. Были платиновые изделия, в том числе с бриллиантами. Дрессировщица Ирина Бугримова с цирком объехала практически весь мир. А после ее ограбления ходили слухи, будто она занималась контрабандой, перевозила бриллианты в гривах своих дрессированных львов. Таким образом, дрессировщица могла быть замешана в делах алмазной мафии международного уровня. Те ювелирные изделия, которые она получала в подарок, да, она прятала в гриве льва, чтобы потом, собственно говоря, поменять их, реализовать их в зарубежных поездках, потому что навряд ли кто-то из пограничников, либо таможенников близко подойдет к зверю, чтобы посмотреть, а что это у него там. Зоя Федорова – не случайная жертва в бриллиантовом деле. С 1946 по 1955 год она отбывала наказание во Владимирской тюрьме по обвинению в шпионаже в пользу США и Великобритании. Казалось бы, какие сведения может сообщить простая советская актриса иностранным шпионом? Секреты киношного грима или талантливой актерской игры? Правда, был один нюанс. Зоя влюбилась в сотрудника военной миссии США Джексона Тейта и родила от него дочь – Викторию. Это известный факт, который она не скрывала. У Федоровой были личные хорошие отношения со многими американцами. Могла ли она уже годы спустя выступать посредником между западными покупателями и невыездными продавцами сокровищ? К концу 70-х в США переехала дочь, и Федорова ездила ее начать. Ну, я особой тайны и открывать даже не буду, потому что было известно, были оперативные данные, что Федорова занимается скупкой ворованных раритетов различных, вот, и, пользуясь своим, так сказать, авторитетом, артистическим, отправляет эти раритеты дочери Забугор. Один пазл картины сложился. У Федоровой были связи за рубежом на самом высоком уровне. Был выход на алмазных дельцов международного масштаба. Но это не все. Как к ней попали бриллианты советских чиновников? Оказывается, во Владимирскую тюрьму, где с 1946 по 1955 год отбывала срок Зои Федорова, перевели и народную любимицу, певицу Лидию Русланову. Они стали близкими подругами. Лидия Русланова до ареста жила невероятно роскошной по-советским, да и вообще по любым меркам жизнью. Богатство принес муж, генерал Крюков. Дом был буквально завален трофейными немецкими драгоценностями. Из материалов архивно-следственных дел номер 2046 и номер 1762. В ходе обысков у Владимира Крюкова и Лидии Руслановой были изъяты автомобиль Хорьх, два Мерседеса, Ауди, 132 картины русских художников, 35 старинных ковров, гобелены, антикварные сервизы, меха, скульптуры из бронзы и мрамора, декоративные вазы, библиотека старинных немецких книг с золотым обрезом, 700 тысяч рублей наличными, 312 пар модельной обуви, 87 костюмов и другое. Не обнаружили следователи лишь главного – небольшой шкатулки, в которой Русланова хранила бриллиант. Певицу и ее мужа-генерала обвинили в грабеже и присвоении трофейного имущества в больших масштабах. В 70-е наконец наступил момент, когда появился настоящий шанс превратить все эти спрятанные богатства в деньги и, желательно, в валюту. К тому времени ни Руслановой, ни ее мужа-генерала уже не было в ЖЭХ, но бриллианты оказались в руках Федоровой. И не исключено, что через нее пошел настоящий поток контрабанды из СССР на Запад. О том, насколько влиятельные персоны были замешаны в это дело, говорит небольшая деталь. Дочь генсека Галина Брежнева была близкой подругой дочки убитой вдовы генерала Липодаева. Лиза приятельствовала с Галиной Брежневой. Ну, как приятельствовали? Это как бы один круг, то, что сегодня называется тусовка. Это либо где-то в ресторанчике, где есть обязательно вриты, либо это совместная поездка, либо договоренность о встрече, скажем, в Риге, либо в Таллине, либо в Виру, в ресторанчике. Опять же, где в Рите, где можно посидеть, попить, там с ребятами потусоваться. Вот, Лиза была из этого круга. Семья генерала Липодаева, несмотря на его смерть, сохраняла хорошие связи в высших кругах советской номенклатуры. В свое время генерал имел дружеские отношения с Брежневым и Андроповым. Известен он был еще и тем, что он где-то во время войны пересекался с Леонидом Личем Брежневым. Вот, а вообще свой путь начинал чуть ли не в комсомоле Карелло-Финской ССР с Андроповым. Все фигуранты бриллиантовой истории были хорошо знакомы между собой и имели непосредственное отношение к руководству страны и КГБ. Неудивительно, почему следователям Мура не позволили раскрыть убийство Федоровой. Генералам, высшим партийным чиновникам и правоохранителям пришлось бы признаться, что они хранили огромные запасы драгоценностей. Официальную торговлю алмазами СССР вел через компанию «Де Бирс». По этой линии на экспорт вывозили более чем на миллиард долларов камней ежегодно. В конце 70-х, когда и произошли бриллиантовые убийства, эти международные сделки курировал лично руководитель КГБ Юрий Андропов. Когда было достигнуто соглашение, что мы не лезем на рынок самостоятельно и все наши алмазы мы продаем через «Де Бирс», была создана фактически подставная фирма. «Сити Вест-Эндест Компани», что ли она называлась, она имела британскую регистрацию. Это была, так сказать, некая прокладка. Формально алмазы в адрес этой компании. Но за ней стоял «Де Бирс». Но это были еще цветочки. Через несколько лет в разгар перестройки нелегальный вывоз камней из Советского Союза был поставлен на поток. Эксперты полагают, что в конце 80-х высшее руководство СССР охватило в буквальном смысле бриллиантовая лихорадка. Кто-то контрабандой вывозил трофейные немецкие драгоценности, кто-то машинами – сокровище Гохрана. Так, весной 1989 года, по данным СМИ, руководитель Гохрана Евгений Бычков в обход заключенных с Де Бирс соглашений организовал вывоз и продал английским и бельгийским фирмам неучтенную партию алмазов. Сумма сделки составила 40 миллионов долларов. Но, по оценкам экспертов, цена была занижена как минимум на 18 миллионов, то есть почти на треть. Был вынесен выговор с занесением в учетную карточку, как член КПСС, за такие фокусы. На самом деле это все, конечно, партийное наказание, это очень смешно. Понятно, что человек, занимающий такой пост, который занимал Туречков как главный, он не мог без санкции верхнего руководства самостоятельно провернуть такую сделку. Смотрите далее в нашей программе. Где теперь бриллианты советской номенклатуры? И кто запустил руку в Гохран в 90-е? Что осталось в закромах Родины после бесконтрольной переправки алмазов авантюристами из Голденада. Самое главное – это покушение, ну, что называется, на золотой запас страны, так сказать, на это святое Гохран. Продолжение нашего расследования после короткой рекламы. Накануне развала СССР, как ни странно, многие высшие номенклатурные чиновники были кровно заинтересованы в снятии железного занавеса. На своих дачах они хранили запасы бриллиантов и других драгоценностей. У некоторых лежали еще дореволюционные царские сокровища. У кого-то – трофейные немецкие. Этот мертвый груз нужно было превратить в живые деньги и зажить красивой европейской жизнью. Алмазы до сих пор остаются теневыми деньгами, которые не боятся инфляции и не подвержены кризисам, а благодаря размерам очень удобны в перевозке. Когда в 17-м году произошло здесь все это, огромное количество стариков, я бы сказал, по сегодняшний день живут на камешке. Но скажу вам так, 20-летней давностью информации, одна бабушка мне в центре сказала, мы до сих пор на камешке живем. А как еще жить? Вот так и жили. И огромные были коллекции и у Руслановой, подоконники, там вообще немеренное количество карат, коллекционные бриллианты и все остальное. Мы встретились с журналистом Евгением Ермаковым. В 87-м году он случайно познакомился с человеком, который открыл ему тайны бриллиантовой Москвы. Подходит мужчина, такой средних лет, темный, улыбчивый. Здравствуйте, здравствуйте. Я слышал, что вы загадали разговор с Москвой. Я говорю, ну да. А с кем, если не секрет? Я говорю, ну вам какая разница? Он говорит, ну я вот, он как бы почему-то думал, что я его могу знать. Мы познакомились, вышли из этого почтового отделения. И, значит, на улице он говорит, может быть, шампанскому. Время было часов 10, ну, 11. Это был легендарный столичный авантюрист и форцовщик, подпольный торговец с драгоценностями Борис Буряццо. И по совместительству любовник Галины Брежневой. К тому моменту он отбывал срок в колонии-поселении. Буряццо обвиняли в соучастии в краже бриллиантов из квартиры той самой Ирины Бугримовой из дела о международной мафии. Утверждалось, что он выступил наводчиком для грабителей. То, что он был сожителем Галины, вот единственный установленный факт. И поэтому со своих каких-то левых доходов старался делать ей какие-то подарки. Буряццо был известен своим экстравагантным поведением. Успел недолго поработать артистом в Большом театре и театре роман. Носил вызывающие шубы из соболинах мехов. Лето в соболей шубе до пола с какой-то маленькой собачонкой. Тогда мы не видели этих собак. Я не знаю, может, где-то. Но я не знал, что есть такие. За глаза его звали просто Борис Бриллиантыч. В колонии-поселении он вел такой же вызывающий роскошный образ жизни, как и на свободе. Боря жил в трехкомнатной квартире, один, и все у него было ровно и хорошо. При нас открыл эту посылку. У него нашлась, конечно же, и водка, и его любимое шампанское. Шампанское он покупал в ящик, выливал все это в тазик и венчиком отбивал газ. Ну, это... Он пил только это. Открыл посылку, икра, крабы, криль, джинсы. Встреча, о которой рассказывает Ермаков, уникальна прежде всего тем, что к этому моменту, по официальной информации, Борис Буряцу был уже мертв. Сообщалось, что он скончался в колонии. Но его смерть оказалась лишь прикрытием, чтобы замести следы бриллиантовых махинаций. Я говорю, ты так хорошо живешь, это непосредством, знаешь, это как-то все-таки. А я не знал, что он был участником всех этих бриллиантовых афер. Он говорит, у меня в свое время, Женя, в кармане было там до 15 карат бриллиантов. Уже, ну, понятно, хороших камней. Я говорю, да ладно, я говорю, хватит заливать. Дочь генерального секретаря Галина Брежнева, с которой встречался Буряцу, была страстной любительницей бриллиантов. Она стремилась заполучить лучшие украшения. Любовник помогал ей это сделать. Буряцу рассказал Ермакову и свою тайну. Как зарабатывал на бриллиантах и откуда у него такое богатство. Один из способов – перепродажи советских драгоценностей. Продукции завода «Кристалл». Брежнева знала заранее о грядущих повышениях цен на ювелирку. Такие решения принимались на уровне Совета министров. И буквально на следующий день цена могла вырасти вдвое. На все деньги, а это были суммы в сотни тысяч рублей, покупались украшения, а потом перепродавались из-под полы. Смоленский завод «Кристалл», созданный для того, чтобы обеспечить внутренний спрос СССР на ювелирные изделия, по факту работал на экспорт. Бриллиантовые украшения, редко и в небольших количествах, оказывались в сбодной продаже. Возможно, дело в том, что качество огранки на «Кристалле» оказалось невероятно высоким. А цена была просто неподъемной. Например, для обычного инженера, получавшего около ста рублей. Мы находимся в наивысшей категории, и, соответственно, цена наша, она соответствует тому качеству, которое мы представляем на рынке. Завод постоянно отчитывался ЦК о пропаже алмазов и ограненных бритов при обработке. Звучит невероятно, но каждый год совершенно официально мастера просто теряли по полторы сотни изделий. Бриллиант действительно может быть очень маленьким, и если его уронить, он может, например, закатиться под станок. Для того, чтобы вынести камни с завода, рабочие шли на всевозможные хитрости. Бриллианты зажимали между пальцами, прятали в ушах, волосах, клеили пластилином к небу. При этом на кристалле действовал так называемый голый контроль на входе и выходе. На предприятиях кристалл, группы, существовал вот этот вот голый режим, когда существовало две раздевалки, то есть, приходя на работу, вы раздеваетесь в одной раздевалке, проходите пост милиции, попадаете в раздевалку вторую, одеваете на себя рабочую одежду, идете потом на производство. Ну и обратно, когда уходите, то же самое в обратном порядке. После выноса через проходную камни попадали на черный рынок. Это была отлаженная система. Посредники перевозили драгоценности в Москву. Оттуда было два пути. Либо контрабандой на запад. В этом участвовали выездные граждане, знаменитости, цирковые и театральные артисты, либо через валютных проституток. Камни пытались продать заезжим иностранцам, которые прекрасно знали о такой возможности приобрести недорого элитные камни. Смотрите далее в программе. Можно ли остановить бесконтрольный вывоз бриллиантов из России? И кто так сильно заинтересован в продолжении нелегального трафика? Женщина такая была при личном досмотре. Обнаружила я у нее в нижнем белье. Да, действительно, прям в пакетиках бриллианты россыпью. Почему, как утверждают в полиции, причастные к кражам из Гохрана в 90-х, не понесли наказание? Мы раскроем все пути и способы, которыми похищают алмазы из России сегодня. Осенью 2015 года на свет вышла скандальная история. Правоохранительные органы проверяют Гохран. Причина – сенсационная пропажа алмазов, принадлежавших дочерней структуре компании «Алроса». Как и положено, добытые и необработанные алмазы поступают на оценку и ответственное хранение в Гохран. Однако в одной из партий выявлено несоответствие. Из хранилища вернули совсем не те алмазы, которые туда сдавала компания. Кроме того, не хватает четырех крупных камней страховой стоимостью по полмиллиона долларов каждый. Это означает, что бриллианты, которые из них можно сделать, стоили бы уже десятки миллионов. Помимо этого, что и другие камни не в порядке. Их подменили на худшие по качеству. Вот эта закрытость и непрозрачность, она как раз и приводит к тому, что такие вещи, так сказать, учают. Эксперты говорят, это довольно распространенная схема. Алмазы можно тайно вывезти за границу. Например, в Индию или Африку. Там огранить и перепродать в Европу. А взамен привезти более дешевые аналоги. Как устроен тайный рынок необработанных алмазов на условиях анонимности, нам согласился рассказать человек, который раньше сам занимался контрабандой бриллиантов через границу. Нет, занимались крупные структуры, в общем-то. У нас все, так сказать, монополия. Будь то государственная монополия, или, так сказать, монополия инсайдерская какая-то там, связанная с государственными структурами. Вот. Во-первых, это надо близко быть знакомым с крупированными чиновниками высокого ранга, чтобы заниматься здесь официально и по-крупному этим бизнесом. Бывший контрабандист говорит, если в России ему приходилось действовать незаконными методами, то за границей он вывезенные камни продавал абсолютно свободно. Если есть знакомый скупщик в Бельгии, Индии или Гонконге, можно продать камень за хорошие деньги. Фактически с черного рынка на легальный алмазы попадают именно через таких посредников. Кроме того, можно обналичить незаконные доходы. А еще в алмазах и бриллиантах часто хранятся деньги мафии. Камень дешевле, чем той же самой прескурантной цены, можно и приобрести не только в России, а можно приобрести и в Голландии, и в Израиле. В таких местах значительно дешевле купить камни. Многие, в общем-то, спекулянты и контрабандисты от кота и ювелирки, скажем так, зачастую пользуются этим под заказчиком, покупают крупные какие-то камни, то есть эксклюзивные. Например, какому-то чиновнику потребовалось себе на палец одеть 5 карат или его женушке, да? То есть камень там стоит около 100 тысяч долларов. Вот если он его покупает на Западе, то есть плюс-минус с этими характеристиками, которые устроят клиенты за 80 тысяч долларов, ну, соответственно, он зарабатывает 20 тысяч долларов. Очень хорошая норма прибыли по сегодняшним дням, особенно. Сотрудники таможни аэропорта Шереметьево рассказали нам, что тайный вывоз бриллиантов через границу происходит каждый день. Простые пассажиры нанимаются в контрабандисты и пытаются провозить через границу неучтенные бриллианты, изъятые у контрабандистов драгоценности, хранятся на самой таможне. Как правило, владельцы их не забирают. Однако то, что удается обнаружить, буквально капля в море незаконного оборота. Страх потерять драгоценности не останавливает желающих подзаработать. Бриллианты, в отличие от золота и платины, не звенят на приборах таможенного контроля. Этим и пользуются перевозчики. Пытаются спрятать камни на себе в одежде. Зато их видит рентгеновская установка. Об этом знают не все. У меня и женщина такая была, приличный досмотре обнаружила я у нее в нижнем белье. Да, действительно, прям в пакетиках бриллианты россыпью. Данные пакетики крепятся на скотч к нижнему белью. Таким образом провозятся. Контрабандисты, которые и не пытались прятаться. Наоборот, громко на всю страну заявляли, что вывозят за рубеж алмазы самолетами. Самое скандальное по утверждениям СМИ – разграбление российского гохрана. Почему ответственные избежали наказания? И что сегодня осталось в государственном хранилище ценностей? Это Андрей Козленок. Человек, который встречался с Хилари Клинтон и другими американскими политиками и даже успел проспонсировать избирательную кампанию какого-то сенатора в Калифорнии. Этот человек стал настоящим бриллиантовым королем России. В его руки практически бесконтрольно попал Государственный алмазный фонд. По данным влиятельного в алмазной индустрии журнала «Даймонд Интеллидженс Брифс», в начале 90-х алмазные резервы гохрана оценивались в сумму порядка 12 миллиардов долларов. Наследство СССР включало огромные камни весом в 100 карат и более. А к 1997 году значительная часть российских резервов уже была распродана. Еще часть просто разворована. Самое главное – это покушение, что называется, на золотой запас страны, так сказать, на это святое гохран. Голден Ада получала из гохрана алмазы и другие драгоценности якобы на огранку с целью последующей продажи на Западе. Таким образом, Министерство экономики пыталось пополнить бюджет. И при этом надо сказать, что все они, и Черномырдин, и Кайдар, и все прочее, подтвердили, что сама по себе идея создания за границей производства по огранке алмазов и получение под такое производство огромного по тем временам кредита Банков Америка 500 миллионов долларов, она была здоровой. Но, как и все у нас в нашей стране, сама по себе эта идея была реализована плохо. Пять тонн антикварных царских золотых монет из хранилища гохрана России были доставлены в Сан-Франциско для продажи. Но мизматическая ценность этих сокровищ ни представителей Голда-Нада, ни чиновников кабинета министров Черномырдина не интересовала. Золото рассматривали просто на вес. Чтобы не понимать лишний шум вокруг товара, Андрей Козленок заказал переплавку монет в слитки на одной из металлургических фабрик в Лос-Анджелесе. Это выглядело как настоящее варварство. Козленок был вхож в огромное количество всяких кабинетов, и как раз все эти люди допрашивались, и они показывали, что Козленок не оперировал никогда никакими, там, я не имею взяток, или какими-то другими материальными предложениями. Он всегда говорил о каких-то очень дельных вещах, всегда мотивировал. В США деятельность Андрея Козленка показалась подозрительной. Но еще бы, подарил полиции Сан-Франциско вертолет якобы с условием, что Голден Ада время от времени будет перевозить на нем свои драгоценности. Сам Козленок перемещался исключительно частным самолетом и купался в роскоши. Это при том, что Россию охватывал кризис. И фактически официально Голден Ада занималась распродажей фамильного серебра ради голодающей страны. Нам помогли американские коллеги, и начался в результате расследования, по ходу расследования уже тогда возврат определенных ценностей, потому что были аресты наложены. И после судебного решения в общей сложности порядка 180 миллионов долларов, ну, 160 миллионов долларов эта сумма была возвращена Российской Федерации. По делу проходили и глава Роском Дракмета, и чиновники кабинета министров, подписывающие распоряжение о выделении Голден Ада сокровищ из Гохрана. Но чиновники избежали наказания. На значке с Козленоком Андреева выключено к Козленок, и для лишения свободы сроком на 6 лет. Катистация имущества. Козленок был приговорен к 6 годам заключения, а освободился уже через 4. Эта схема нанесла ущерб, тем более, что не полностью ущерб удалось, так сказать, это потом еще важный вопрос оценки реальной стоимости, поскольку отбирались лучшие алмазы, самые большие, и тут еще вопрос о том, насколько адекватны они и вообще 180 миллионов летам. Сколько на самом деле стоили антикварные золотые монеты? И что осталось сегодня в главной сокровищнице России – закрытая информация? Конечно, все зависит от добросовестности тех людей, которые, в общем, призваны интересы государства охранять. И за этим должен быть контроль, в том числе и пличный контроль. Это же достояние всего народа, всех граждан России, так сказать, российского государства. А, к сожалению, так здесь мало что изменилось. Посмотрите, это уникальная полноразмерная копия короны Российской империи. В ней настоящие бриллианты, их даже больше, чем в оригинале. 11 тысяч штук, на настоящее – менее 5 тысяч. И сделали ее в России. Над короной в течение полугода работали одновременно 60 лучших мастеров, и, по мнению специалистов, копия превзошла оригинал. Мы воспроизвели реплику императорской короны, которая является абсолютно уникальнейшим проектом, абсолютно уникальнейшим ювелирным изделием, которого практически невозможно повторить, которое невозможно тиражировать, и в данном случае, в общем-то, это является нашей гордостью. Новая корона Российской империи пока не продается. Хотя, по некоторым оценкам, она могла бы стоить до 200 миллионов долларов. Русская огранка построена на идеальной огранке бриллианта. То есть, когда максимальное количество света отражается от грани бриллианта и излагается по свектору радугой. То есть, это идеальная форма. И подчас мы делаем меньший камень, он более красивый. Поэтому, естественно, ювелирные бренды всего мира ценят наши алмазы. Бриллиантовые огранки. Как говорят эксперты-гемологи, для того, чтобы остановить вывоз необработанных алмазов за рубеж, в России должны появиться собственные ювелирные бренды. Причем не только в сегменте суперлюкс, а обычные, для самого широкого потребления. Иначе производители так и будут тайком завозить из Индии и Африки обточенные на коленке алмазы для сетевых ювелирных магазинов. Доход от этой отрасли сопоставим с нефтяным и газовым экспортом. Так, например, одна только антверпанская биржа, на которой торгуют российскими алмазами, приносит в бюджет Бельгии до 25% доходов ежегодно. Если бы ограненные бриллианты продавались на собственной бирже, эти деньги могли бы оставаться в России. Бельгия, она зарабатывает на логистике. Через Бельгию, через рынок от Верпина, идет огромный поток, прежде всего, сырья со всего мира, не только из России, но и африканского, и южноамериканского. В Бельгии законодательство построено таким образом, что оно очень благоприятно для торговли алмазами. Очень много таких сладких преференций сделано для алмазного бизнеса. Однако международный алмазный рынок не так чист, как кажется. И вряд ли легко согласиться, чтобы торговля велась прозрачно, по строгим правилам. В алмазах и бриллиантах заключаются тайные сделки между спецслужбами и их агентами. Террористы и военизированные группировки платят алмазами за оружие и поддержку зарубежных политиков. Тайный оборот драгоценных камней специалисты оценивают в миллиарды долларов. И раскрывать эти тайны никто не желает.